Всем дорогие друзья, привет! Сегодня мы катаем очень необычный сценарий. Называется он, конечно же, замоскулецкая линия Ховрина-Варшавская. Да, то есть это у нас маршрут, который едет на Большую Кольцевую до Варшавской, собственно. Да, смотрите. Мы сегодня берем необычный поезд для нашего сценария. То есть мы берем необычный номерной, а берем народный ополченец. И настройки поезда, панель, давайте поменяем. Мне старую такую, богу, прям не хочу. Вот электрика, давайте, будет такая. Вот, то есть мы сегодня копнем вот этот вот маршрут. А давайте наоборот, то есть мы от Варшавской, да, то есть возможно изменить конечную. Так неинтересно. Я думаю, можно поменять местами направления. Ну, собственно, погнали, ребята. Сегодня видео тоже обещают быть довольно интересным. Вот, смотрите. То есть это народный ополченец. Именной поезд. Здесь единственный, можно сказать, уникальный поезд, который, получается, у нас реализован в симуляторе. Собственно, как мы его запускаем? Запускаем стандартным образом. У нас РС, АЛС. Вот, дешифратор нам не нужен, поэтому освещение салона. Меню сегодня покатаем на третьем маршруте. Давайте. Ховрино-Варшавская, Замоскворецкая линия. Все верно. Погнали. Сегодня реально катнем вот этот еще сценарий. Он мне очень интересен. Мы его не катали. Мы просто катали обычную Замоскворецкую линию. Сегодня катнем данный маршрут. Посмотрим вообще, насколько он крутой. Вот, смотрим. Ну, не пищи, не надо. Я знаю, что мы прекрасно затормозим там, где надо. Бэм. Все, у нас, по сути, пассажиры загружаются. Вот, это у нас Замоскворецкая линия. Вот, на Замоскворецкой линии номеры ездят. Только номеры, ребятки. Поэтому будем объявляться. Что-то мне не нравится, конечно, информатор. Какой-то он прям дохленький. Поезд следует до станции Варшавская. Не, мне нравится информатор. Поезд следует до станции Варшавская. Ладно, окей, допустим. Тоже имеет место быть. Почему нет? Ну, собственно, погнали. 80 разрешают. Будем ехать 70, потому что у нас сигналка здесь 1 к 5. Ну, я сказал 70, в итоге еду 74. Вот, сейчас буду 60 гнать. Точнее 58. Ну, и сейчас 40. То есть, по такому принципу, в принципе, можно катать. Тем не менее, это не особо удобно, если вы играете впервые в этот симулятор, да. Попробуем схему собрать отдельно, когда будем на станции, на тормоз. Не вот тут. Да, как-то гибленький такой прям информатор. Толково. То есть, какая остановка по счету и какая она, блин, классная, ребятки. Да, то есть, смотрите, сегодня, я не знаю, просто мне интересно. Мы уже катались за москворецкую линию. Просто я хочу реально посмотреть на все сценарии, которые тут вообще присутствуют. И остается, по сути, реально, у нас еще сценарий один, реально. Вот это предпоследнее видео, которое вообще, можно сказать, уникально, без никаких повторов мы катаем. Хотя, ладно, мы уже Арбатско-Покровскую линию заново катали, поэтому и Сокольническую заново катали. Я надеялся просто то, что реально у Сокольнической линии... Да, информатор прям тихий. Что-то прям очень тихо, прям так гибленько. Качество вообще битрейт... Битрейт очень плохой, вот. Поэтому, ладно, окей, допустим, ребят. Ну, просто реально номерные. Это, конечно, определенный вид искусства, который присутствует в МОЗ-метро. Это, можно сказать, поезда, которые остались со старого поколения. Метро, которое как раз-таки у многих метро с этими поездами и ассоциируется. Вот, можно, кстати, погромче. Не знаю, почему звук такой тихий стал. То ли я просто слишком громко говорю, то ли непонятно что, то ли реально какие-то проблемки возникают с этим. Ну, ладно, звук вернем. Звук вернем, потому что... Ну, как бы, блин, я... Так, схема, 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 правильно. Я отвлекся, у меня кошка мурлычет под ухом. И, получается, я... Я на это отвлекся. Собственно, так не делается. Кошка, ты виновата. Ты отвлекаешь машиниста. Ладно, хорошо, она тут трется, она хочет внимания, ребят. Ну, вы тоже понимаете, поэтому за такое вы можете оценить видос лайком. Подписаться на телеграм-канал. Там обязательно очень много ин... И, пожалуйста, конечно, конечно, подпишитесь на канал, да, в Тереге. Потому что там очень много контента, которого нет. Там вы можете выбрать непосредственно сценарий. Повлиять, можно сказать, на развитие канала. Выбрать, то есть, какие-то моменты, которые я хочу заснять. Поучаствовать в каких-то, опять же... Поучаствовать в каких-то розыгрышах, возможно. В каких-то эксклюзивных опросах, которые определяют судьбу дальнейших роликов. Вот. Поэтому обязательно, обязательно туда загляните, посмотрите. Там очень интересно. Это, можно сказать, другой мир. Вот. К сожалению, не знаю, катать Санкт-Петербургское метро не хочу пока что. Как-то немножко, знаете, очень странно катать его. Потому что станции вообще другие. В корне все отличается. И довольно сложно. Довольно сложно все это делается. Ну, в любом случае, я вернусь в Питерское метро. Конечно, не знаю, когда. Но, собственно, видосы я снимаю сейчас на момент записи видео с очень большим, получается, запасом по времени. Можно было схему, в принципе, не разбирать. Двери закрываются. Ну, в принципе, знаете, тут сами, почему я не понимаю, поезд не хочет трогаться. Уже который раз. Не, я понимаю то, что я-то торможу чем. Правильно. Вот. У нас сейчас заработал мотор-компрессор. Кстати, хочу сказать то, что огромнейший респект, что тут есть какая-никакая физика. В пределах 2D графика это очень сложно делается дело. Поэтому разработчику вообще огромнейший респект в этом всем деле. Я очень, на самом деле, рад, что я купил эту игру, потому что поначалу она эмоций мне не предоставляла вообще никаких. Но когда я начал ее снимать, я понял то, что мне это нравится, снимать видео по этой игре. Я просто офигел. Это реально лучшее самое решение, которое существует вообще сейчас. На базе мобильных симуляторов метро это просто лучшее. Наземный переход на станции Балтийская и Стрешнего Московского Центрального Кольца. Выход железнодорожной подборной Стрешнего. Проехал, конечно, сильно. Мощно. Кстати, непропорционально пассажиры забиваются. Варшавская, да, Варшавская. Следуем до Варшавской. Это интересный, конечно, сценарий, потому что, можно сказать, он даже чем-то уникален. Я, конечно, сильно разогнался правильно. Тут реально присутствует, по крайней мере, у номерных, у всех, присутствует физика. А что так быстро? Я что, не заметил? Это довольно странно было. Это довольно странно, потому что еще очень большое расстояние получается до непосредственно конца. А уже пищалочка наша работает, сработка АЛСки. Ну, с этой станции у нас была превьюха в предыдущем ролике. Да, конечно, не совсем понимаю, просто, блин, под разные составы нужно реально применять по разному физику, как раз-таки, торможения. И только что я катался на Москве 2019 года, как, уже на этот поезд сажусь и не могу пока что приловчиться. К Москве быстрее приловчаешься, чем к номеру. Аэропорт. Аэропорт. Для вашей безопасности держитесь за поручью. Поезд следует до станции Варшавска. Варшавска. Не, на самом деле, понимаете то, что здесь станции примерно порезаны вдвое меньше, то есть по объему. Вы их в два раза быстрее проедете, чем в реальной жизни. Вот, но если бы вы играли здесь, катали сценарий, а что 60, что так мало-то? Я хотел разогнаться, я просто немножко не смотрел в телефон, тут сразу 40 надо кидать. Даже поздно, видите. То есть, ну, как бы вот за это минус можно сразу закинуть этой линией. За сигнал кодинг 5, плюс здесь реально немножко неадекватно это все сделано. Конечно, за дизайн каких-то центральных, можно сказать, всех этих нюансов, это, конечно, большой плюс. Пробуем не разбирать схему. И тут вот, ну, вот так вот, смотрите, вообще классно получается. То есть, пробовать не разбирать. Просто на Москве, допустим, и на более современных поездах, если вы схему не разбираете, то поезд все равно тормозит, и как бы, если остается немного совсем километров, он у вас автоматически затормозит. Можно двери закрываются. Следующая станция Динамо. Дальше встречает Динамо. Он следует до станции Варшавска. Динамо. Подождите, а сколько остается у нас... Так, это аэропорт Белорусская, Маяковская, Тверская, Тетральная, Новая Кузнецкая. О, да, у нас еще, конечно, тут очень-очень много всего остается. Так, стояночка. Это у нас, которая сейчас будет... Блин, я, честно говоря, уже что-то и подзабыл. Тверская, Маяковская, Динамо. Вот, Динамо будет прибытием. Вот, ну, в принципе, еще очень много остается станции. Я что-то думал, что мы уже проехали реально довольно много, потому что очень небольшое расстояние. Но, в принципе, реально, ребятки, проехать за полчаса данную линию, я думаю, что данный сценарий... Это у нас Динамо. Точно я помню, что Динамо объявляли. Это сто процентов. Это станция, так. Станция Динамо. Переход на станцию Петровский парк Солнцевской и Большой кольцевой линии. This is DINAMO. J-P, Plan, J-P and DINAMO. Пульт следует до станции Варшавской. Варшавской, да, знаю. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Белорусская. The night station is Belarus. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Ну, знаете, даже хотя, если так подумать, то мы едем довольно быстро. С вами как-то, не знаю. Поэтому, может быть, сегодня реально мы быстро справимся. Но станция вообще очень коротенькая. Перегоны, смотрите сами. То есть, тут присутствует реально афидика. И, то есть, реально некоторые перегоны и без того короткие. Вот. Ну, а тут прям это вдвойне короткие перегоны. И реально ощущается как раз-таки вот такое вот неудобство. Такое вот, можно сказать. Снова у нас схема не собралась. Не, что-то с этим номерным не то, ребята. Что-то не то вообще здесь с этим поездом. Потому что схема не собирается... Следующая станция Маяковская. До нашей встречи, Маяковская. Будьте осторожны, выходя из последних дверей последнего вагона. Поезд следует до станции Варшавка. Не, ну вы сами видите, что он отправляется как-то очень медленно. Для номерного это, ну, в принципе, не свойственно. И опять сейчас. Ну, возможно... Возможно, я просто немножко рукожопа, да. Потому что сам напортачил, превышаю скорость. Но в любом случае, линия мне это точно как бы... Я говорил, что нравится по дизайну какому-то. Но из-за того, что реально тут сигналка 1 к 5. И станции очень коротенькие. Это вообще ужас просто. Мы попробуем разобрать схему и собрать. Все равно, смотрите, поезд подтормаживает. Хотя не должен вообще этого делать. Ну, в любом случае, да, с номером надо быть аккуратным. И со всеми поездами, где есть реостатное торможение, контактное реостатное, да. Поэтому... Поэтому я хотел сказать о том, что нужно быть реально аккуратным и собирать схему плавно. Но в данной игре, как бы, ты плавно не потормозишь. Потому что у тебя тормозное усилие на Т1 никакое. Хотя оно поначалу, то есть, должно быть очень хорошим. То есть, да, именно когда вы... Здесь тормоз вообще не реализован. Да, ход реализован. Вот как раз-таки ход. Смотрите, возвращая на Т1, он же вообще нифига не тормозит. Должен тормозить неплохо. Потому что я зарядил. И вообще Т1А и Т2 есть на этом поезде. Ну, если так подумать. Блин, вот ненавижу протягивать поезд на низкой скорости. Во-первых, он не разгоняется нифига, и потом не тормозит. Вот. Просто, вы понимаете, если я вот сейчас покажу, как это реализовано. Просто нафига это реализовано? Тоже, ну, понятно, для полноты картины. Но почему так торможение нельзя сделать? Я понимаю то, что на Т1 было бы классно. Схема собиралась без вопросов. Вообще, это как бы не ежики. На ежиках и, в принципе, ямашках такая ситуация существует. На номерных я не знаю, чтобы схема не собиралась. Это вообще... Не знаю, каких ситуаций, да. То есть, ну... Двери закрываются. Следующая станция театральная. Смотрите, просто если я переведу... Я не знаю, просто ход усилий какой-то, да. То есть, когда поезд разгоняется. То есть, смотрите. Если я переведу ход 1, то он будет разгоняться так же, как и в ходе 3. То есть, ну, в этом случае, да, систему реализовали. Классно. Молодцы разработчики. Вообще, просто претензий нету. Но торможение Т1, смотрите, вообще не на километр. Вот 48, смотрите. Не будет 47 вообще. То есть, не сбросится. Хотя должно хорошо его сбросить. И вот, смотрите, я Т2 беру. И получается, здесь торможение идет за счет Т2 и за счет Т3. В номере идет, в основном, за счет Т1 и за счет Т1А. Т2, в основном, используется как экстренный и просто дотормозит до конца уже, когда вы возле самой-самой рейки непосредственно. Смотрите, я просто сейчас 11 километров Т1 переключаю и, собственно, на низких скоростях он тормозит. То есть, ну, как бы, реализация, конечно, такая. Вообще, такая-такая себе. Допустим, окей, ладно, мы протянули. И здесь людей очень, смотрите, много. Вау, сколько людей. Очень много. Прям дофигища людей. Реально, это просто трэш какой-то. Но в любом случае, ребятки, да, то есть, замоскворецкая линия, она просто... Ну, я, как бы, для себя еще разочек, можно сказать, этим видео даже собираю какой-то топ, можно сказать, да, станции, линий. И точно данная линия не попадет в топ даже 5 линий, которые вообще здесь существуют. Я знаю, какие линии попадут уже так. Ну, 3, топ-3, да. Станция Новокузнецкая. Переход на станцию Третьяковская, Калужской, Рижской и Калининской линии. This is Новокузнецкая. Ну, тут людей много. Ну, понятно, то, что тут пересадочная, потому что много кто с Калининки едет, как бы, ну, понятное дело, с истока Москвы едет, допустим, на юг, да. То есть, ну, как бы, тоже логично. Забыл объявить информатор, извиняюсь. Ну, уже скоро, в принципе, у нас будет съезд на Большую Кольцевую, насколько я понимаю. Реально, вот тут просто, понимаете, не разгонитесь. Вот мне такие линии не особо нравятся. Вот это пока что, вот эта линия, да, то есть по архитектуре здесь, конечно, все классно. Плюс сигналка один, как ты не знаешь вообще ничего. Ну, вот. Еще и батарея разряжена. Ладно, окей. Придется телефон заряжать. Это, конечно, неплохо, но критично. Вот сколько я буду гнать, скажите, на 40? Да, красиво, спора нет. Ну, как бы это не попадет в топ. Все, пофиг, протягивать я не буду. И тут людей много. Ну, в принципе, тоже пересадочная линия, поэтому тоже понять можно. Вот. Ну, уже реально скоро. Очень скоро. Ну, чисто вот тут уже можно погнать. Наконец-то, смотрите, просто это рай. Я могу набрать больше 70. Это офигеть просто. То есть, ну, в любом случае, спасибо, писк. Обожаю, просто люблю. И здесь сразу до 40 придется скидывать. Это ужасно. То есть, в плане управления, да, то есть, мы оцениваем не только красоту станции, понимаете? Линии, да, оценим. В одном из видосов. И, конечно, да, линия красивая, спор нет. Я бы дал ей бесспорное какое-нибудь место. Первое, да, допустим. Я могу схему на тормоз собрать. Первое положение. Ну, и зачем я нажал туда? Как раз сработало. Вот теперь и надо. Ну, так. Ура, что-то справа, платформа. Тоже разнообразие. Ну, понятное дело. Замоскворецкая линия. Короче, замоскворецкой линии в этом Симуля-3 метро, ребят. Ставлю, ну, такую себе оценку за счет того, что реально сигналка очень плохая. Очень плохо реализовано это все дело. Вот, очень плохо. Очень маленькие перегоны. Вообще невозможно насладиться каким-то отправлением, прибытием. Станций реально много, перегонов реально много. Очень маленькие перегоны. Да, можно на тормоз собрать как раз. Все, пофиг, я протягивать не буду. Эй. Нажимая на кнопку, нажимается открытие сразу правого дверей, нажимая хочу перевести. Вот, то есть, ну, как бы я уже не буду особо заморачиваться, как бы, насчет этого всего дела, да. Но, тем не менее, у нас, да, погода сразу видно, дождь, гроза гремит где-то там. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Коломенская. Коломенская еще наезд. Коломенская. Коломенская. Уступайте места инвалидов. Ну, вот, Филевская линия наравне с этой мне не нравится. Вот, то есть, ну, за счет... Не, даже не знаю, какую поставить выше, какую ниже поставить. Ну, Филевская еще архитектурой мне не нравится. Поэтому за Москворецкая будет выше, вот, чем Филевская. Но станции, конечно, тут короче, мне кажется. Хотя нет, 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 там тоже короткие довольно станции. Поэтому две линии, конечно, здесь прям плохо реализованы. Прям так вообще ужасно, я бы сказал бы. Можно сразу тормоз собрать, схему, потому что, наверное, вообще никак не тормозит. Но схема собирается тоже через некоторое время. И вы сами понимаете, что это довольно удивительно. А, ну опять. Классика. 2D-шного управления, да. Ну, ладно. Тут особо не разгонишься, особо не наездишься. И в итоге, получается, из-за того, что очень короткие перегоны, из-за того, что у нас очень много станций, получается, что у нас все равно видик затягивается. Все равно. Вот мы катали сокольническую линию, вышло примерно то же самое, но мы ехали там, разгонялись больше. То есть мы с условием скорости, мы реально проехали куда-куда больше, чем на замоскворецкой линии. То есть, ну, пофиксите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пофиксите, потому что невозможно ездить здесь. Вы даже не разгонитесь. Снова 60 ограничений. То есть, ну, это просто капец какой-то. То есть я реально не могу реально разогнаться. Я вот на 38 поеду. Буду ехать медленно, буду ехать долго. Ну, буду зато ехать долго. Почему нельзя просто реально дать волю разогнаться, ехать с такой же... То есть, ну, разогнать большую скорость, затормозить нормально, толково, не просто плестись реально медленно и... Ну, как бы так скучно ездить просто, реально. На маленькой скорости неинтересно ездить. И перегоны очень короткие, станции много. Неинтересно, ребят. Вот. Не особо интересно. За москворецкой линией ставлю. Так же, как и Филевская. Похожая у них проблема, на самом деле. Можно тут схему собирать уже. Ставлю небольшой минус. Но Филевская больше минус ставлю, потому что там еще и... Сами станции... Ну, это уже, конечно, проблема не с симуляцией метро. Станция Каширская. Платформа справа. Переход на Каховскую линию. Ура, Каховская линия. Ну, вообще... Как бы... Большая кольцевая теперь. Забывайте свои вещи. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Варшавская. Собственно, следующая, последняя. Мне интересно, дадут разогнать вообще... А, не дадут, ладно. Ну, то есть это глупо. Как-то я понимаю то, что для разнообразия, да, можно сделать. Ну, в жизни вы такое видели, чтобы вам можно было гнать только 60 на всех промежутках участков. То есть и сразу же прям тормозить, и сразу 40 через пару секунд. И, ну, реально просто, это не классно. Сделайте так же, как на Сокольнической линии, разработчики, пожалуйста. Будет круче играться, будет интереснее играться, ребят. Ну, пожалуйста. Портится игровое впечатление какое-то. Наконец-то Варшавская. Ну, собственно, ребят, что я могу сказать насчет данного сценария. Насчет этого сценария. Вы сами все слышали. Последние минуты видеоролика я об этом уже сам сказал. То есть мне очень не нравятся здесь линии, которые реализованы, где вы не можете нормально разогнаться. То есть вследствие чего у вас постоянно ограничения выскакивают. И станция находится очень близко. И станций много. То есть хотя бы давайте до 70 разогнаться, уже по-другому ощущается. То есть, ну, как бы здесь вообще не дело. Да, я понимаю, что урезали наполовину, как бы. Но в реальной жизни, как бы, станции это довольно интересная, на самом деле, штука. Но в таком ключе, в таком облике. Не, ребят, это на самом деле мне вообще не нравится. Не дело это. Не дело, ребят. Да. Поэтому этой линии, ну, за москворецкой, не знаю. Первый раз я ее катал, да. Мне зашла архитектура. И я в основном восхищался архитектурой. Но сейчас я могу сказать то, что мне реально не нравится сама реализация в данной игре. Вот. Мне это не нравится. Тоже филевская линия. Там еще, конечно, станции довольно своеобразные. Не по моему вкусу пришлись, ребят. Вот. Всем спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев, подписочек на телеграм-канал. Всего хорошего, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok